Всем привет! Не знаю, как так получилось, что я не снял тачскрин данного телефона. Я имею ввиду замену тачскрина. Кто-то недавно в комментариях мне написал, почему нету Xperia J. Вроде все Xperia попереснял я уже, а вот этой довольно старой модели, не знаю, года 2-3, наверное, может быть, я ошибаюсь. Этой модели у меня нету замены тачскрина. Давайте сейчас, я попросил, чтобы мне принесли, чтобы специально снять видео. Такой вот тачскрин обычный, проклеенный, нет, не проклеенный, проклеенный пластиком. Двусторонний скотч придется вам наклеивать. Вот кодовое название телефона ST26E. Итак, давайте сейчас выключаем смартфон. Разбираем, снимаем заднюю крышку, снимаем резиновую заглушку, под которой находится антенный свитч. Итак, обратите внимание, при разборке, первое это на винты. Они здесь разные. Длинный винтик, еще один длинный. Вместе с антеннами, модулями Wi-Fi и GPS снимаем. Здесь еще один длинный винтик. Снимаем батарею после выключения телефона. Так, вот здесь, по-моему, тоже оба длинные. Нет, здесь вот у нас был короткий. Вот здесь. И здесь короткий винт. И вот здесь, если память не изменяет, тоже короткий винт. Да. То есть вот здесь, вот здесь. Вот это отверстие закрепляет короткий винт и все остальные длинные. Вот этот нижнеправый винтик. Такой вот для крепления веревочки, там я не знаю, которую вешают на руку или на шею. Итак, далее снимаем рамку. Сняли рамку. Снимаем. Такая вот резиновая или поролоновая прокладка, которая наклеена на разъем. Тачскрина. Удаляем ее отсюда. Желательно целую, чтобы потом обратно ее сюда приклеить. Под ней проходит шлейф боковых кнопок. Кнопки звука и кнопка включения. Отгибаем. Тут каптоновый скотч. Снимаем. Отсоединяем разъем. Далее. Здесь находится одна клипса. Отстегиваем. Аккуратно. Сейчас покажу поближе. Системную плату. Здесь вот приподнимаем системную плату. Таким образом мы аккуратно, аккуратно вытаскиваем разъем дисплея. Малейшее повреждение его может привести к нерабочему тачскрину либо к нерабочему дисплею. Поэтому аккуратно с этим разъемом сгибаем системную плату. Здесь находится резинка, которая часто у нас отскакивает. Не потеряйте ее передней камеры и датчика. Отстегиваем колоксиальный кабель. Тоже обратите внимание. Довольно хрупкое место. Вот здесь вот у него. Поэтому аккуратно отстегиваем. Здесь под. Снимаем каптоновый скотч. Еще находится разъем основного шлейфа нижнего модуля. Все. Снимаем системную плату. Опять термоскотч. Аккуратно его отсоединяем. Сохраняем. Отстегиваем тачскрин. Вытаскиваем. Теперь либо на сепараторе, либо термофеном. Приступаем к нагреву. Убираем периметр тачскрина. Убираем периметр тачскрина. 350 градусов у меня выставлено на термофене. Аккуратно просовываем шпатель. Отсоединяем тачскрин в рамки дисплея. Старайтесь не касаться. Кончик шпателя держите выше, ближе к стеклу. Чтобы не оставлять следы на дисплее. Я уже не говорю о царапинах. Сверху. И так. Греем вверх. Аккуратно соединяем, тачскрин снят. Всегда осматривайте на случай, если что-то придется переставить. Обычно все забывают переставлять прокладки передней камере, если она есть, либо резинки датчика. Вот этот вот в стороне скотч нам необходимо будет снять. Для начала давайте проверим тачскрин, который я заказал. Вставляем разъем дисплея аккуратно. Коаксиальный шлейф нижний можно пока опустить. Для проверки они нам не понадобятся. Включаем смартфон. Ждем загрузки. И проверяем тач. Загрузился телефон. Нижние кнопки работают. Загрузился телефон. Давайте проверим то, что я проверяю обычно, либо сообщения, либо кнопки. Вроде бы все в порядке. Отключаем телефон. Отключаем телефон. Снимаем моторейку. Отстегиваем дисплей. Отстегиваем тачскрин. Проверка прошла успешно. Проверка прошла успешно. Давайте теперь приступим к очистке и проклейке рамки. Так, вот я не помню, насколько сильно проклеен дисплей или проклеен ли он вообще. Было бы очень удобно его снять, конечно. Мне хочется его упачкать, царапать. В принципе, можно и так очистить аккуратно. Не снимая дисплей. Убираем весь двусторонний скотч. Бывали моменты, когда очень аккуратно снимался тач. Там зависит от температуры нагрева стекла. И весь двусторонний скотч оставался целым, неповрежденным. То есть, можно было садить на него. В основном, он, конечно, обдирается. Либо заказывайте стекла уже проклеенные пластиком. Скотчем, то есть. Удаляем пыль с периметра. Итак. Достаточно толстый скотч. Я думаю, два слоя акрилового скотча будет достаточно. Помимо скотча здесь еще прокладка, которая предотвращает касание между сенсором и дисплеем. Поэтому давайте проклеим и стекло, и саму рамку. В общем-то прокладка здесь стоит вроде. Прокладка здесь стоит. Я думаю, все-таки одного слоя будет достаточно, учитывая, что стоит прокладка. Здесь осталась какая-то хрень остаток стороннего скотча. Этого допускать нельзя. Добавил сень. Этого допускаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Десятая версия очень удобная 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 Десятая версия Десятая версия очень удобной Успела сесть пыль. Нормально села, нормальную высоту мы выбрали, касание отсутствует. Застёгиваем разъём тачскрина, заклеиваем скотчем, как и было. Чтобы было удобно пристёгивать шлейф нижнего модуля, можно вот так его согнуть. Пристёгиваем, заклеиваем термоскотчем. Пристёгиваем коаксиальный кабель. Застёгиваем. Обратите внимание на резинку, чтобы она стояла. Не потеряйте её. Они очень часто выскакивают. Теперь, не опуская системную плату, точнее не опуская её полностью на рамку, сначала вставьте разъём дисплея. Снимаем поближе. не очень удобный момент. Вставляем разъём. Застёгиваем. Заклеиваем. Каптором скотчем. Укладываем шлейф с кнопками звука и включения. Не забудьте про эту прокладку, которую мы снимали в начале. Но если забудете, в общем-то, страшно ничего не произойдёт. Начинаем сверху. Вставляем гнездо наушников. И по периметру застёгиваем ранку. Включаем смартфон. Закручиваем винты. И напоминаю. Три коротких винта. Первый. Второй. И третий. Сюда у нас идёт винтик для верёвочки. И все остальные винты у нас идут длинные. Антенные модули. Сюда у нас идёт длинный винтик. И сверху идёт антенный модуль навигатора. Закручиваем. Это у нас антенный модуль блютуса. Ну и финальная часть. Вот эта белая заглушка, которую мы снимали в самом начале. под которой находится свитч-антенна. Застёгиваем. На этом всё, друзья. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Всем удачи. И до новых встреч.